По тропинке я возвращалась домой. Упала, подскользнулась вернее, упала и услышала хруст, боль. Шёл, упала, очнулся гипс. В травмпункте аналогичную историю может поведать каждый десятый пациент. Однако отделаться легендарным «чёрт побери» удается далеко не всем. У большинства пострадавших от гололедицы серьёзные ушибы, вывихи, растяжения и переломы. Территории риска – дворы, остановочные комплексы, исходы с тротуаров на проезжую часть. Она как маленькая горочка там просто была. Я не подсыпанная, видать, просто была и всё. Потому что я заметила, что именно на этом месте падают люди. В выходные дни у нас обращаются до 50 человек, а в рабочие дни до 80 человек в сутки. Из них 10% примерно связаны с гололёдом на дорогах. Это 10% травм составляет. В основном это ушибы, растяжения, реже переломы. Сотрудники МЧС советуют, во время гололедицы можно наклеить на подошву лейкопластырь или прикрепить на каблуки металлические набойки. Это существенно снизит риск травмы. Выбирайте обувь на низком каблуке, не скользящую. Передвигайтесь осторожно, ступайте на всю стопу. Руки должны быть расслаблены, ноги слегка согнуты в коленях. Если вы падаете, постарайтесь группироваться, приподняв голову, чтобы не получить удар затылком. Особое внимание обращайте на то, чтобы не передвигаться близко к проезжей части, к дороге. Нужно соблюдать простые правила. По скользкой поверхности лучше идти небольшими шажками. На крутых спусках пробивать впереди себя ямки каблуками. Но если удержать равновесие всё же не удаётся, необходимо быстро присесть и перекатиться вбок. Тогда при падении удар потеряет силу. Елена Иговцева, Александр Аксёнов, Телевизионная служба новостей.